Здравствуйте! В эфире программа «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Я и мои коллеги подведем криминальные итоги и расскажем о чрезвычайных происшествиях недели. Уже неделю самарские медики борются за жизнь младенца, найденного в лесополосе в Кировском районе города. По их оценке состояние пока тяжелое, ребенок находится в реанимации. Нашей съемочной группе удалось встретиться с семьей, которая нашла младенца, отогрела и передала в руки медиков. Подробность этой почти мистической истории в репортаже нашего корреспондента. Здесь уже темно было, как стемнело, ветер тоже был, страшновато было, конечно, тут кровь, потому что разбрызганно везде бывает. Ну, конечно, я не ожидал даже, что вообще такое возможно, но я видел в новостях там, либо в фильмах там где-то детей бросают, но у меня в мыслях не было, что это мог ребенок быть вообще. 17-летний Алексей Иванов именно тот, кто обнаружил лежащего на земле младенца. Эти места молодой человек знает как свои пять пальцев, говорит, часто бывают здесь с друзьями, но в тот вечер на прогулку идти не собирался, надвигался дождь. Какое-то чувство было, прям сильно захотелось в лес идти. Хотя вот на улице уже дождь собирался, дул ветер, холодно было, прохладно. Я бы мог дома остаться. Меня ввело что-то именно сюда. Я просто не знал, куда идти. Я шел, шел просто. Именно наткнулся прямо именно в тот момент, когда ребенок лежал. Алексей и подумать не мог, что в тряпке может быть ребенок. Парень вернулся домой и рассказал о необычной находке родителям. Сначала взрослые не придали этому особого значения, а потом забеспокоились. Первым спохватился отец молодого человека Владимир. По его словам, был уверен, что в лесу ребенок. Сразу же побежал готовить теплую ванную. Интуиция не подвела. Мне снится сон, что я иду, ну как в больнице, в коридор, иду, 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 дверь, открываю дверь, и вот так вот смотрит, врач женщина, у меня как вот в колено зелененькие эти шапочки, форма. И вот смотрит и говорит, набирайся силы для шестого. Я был уверен, что это мальчик. Они даже не знали, кого взяли, не смотрели. Я знал, что будет мальчик. Мать семейства, любовь с детьми отправилась в лес. Место удалось найти не сразу. На улице стемнело. Мы место это нашли, просто открыли и увидели вот этого ребеночка. Я его быстренько схватила, завернула и так же, короче, побежали. Быстренько в скорую помощь позвонили. Они быстро приехали. Конечно, не ожидала. Я же тоже думала, может, собачка какая-нибудь далеко тема. Первый раз такой вот у нас, чтобы ребенка найти. За последнее время это уже не первый подобный случай в Самаре. В Кировском районе женщина оставила ребенка у мусорного контейнера. Малыша чудом удалось спасти. Его также обнаружили прохожие. За жизнь ребенка, найденного в лесополосе, уже почти неделю борются врачи больницы Калинина. По их словам, состояние по-прежнему тяжелое. Ребенок весит всего килограмм 800 граммов. Поступил в больницу с сильным переохлаждением. По словам экспертов, он пролежал на холодной земле не менее часа. Врач детского отделения пришла к священнику больничной церкви и предложила покрестить новорожденного. Владенца решили назвать Николаем в честь святого Николая Чудотворца. Отец Николай теперь молится за здравие малыша. Шестое чувство помогло Ивановым спасти найденыша. Возможно, он станет шестым ребенком в их семье. У родителей уже есть трое мальчиков и две девочки. В планах многодетной семьи усыновить новорожденного Николая. Пока врачи борются за жизнь малыша, полиция продолжает поиски женщины, которая так жестоко поступила с новорожденным. Всех, кто обладает какой-либо информацией, полицейские просят обращаться по телефону 02. Жителя Самары задержали по подозрению в уличном грабеже в Кировском районе. По данным полиции, 25-летний мужчина сорвал с женщины золотую цепочку и скрылся. Это произошло на проспекте Металлургов около 11 вечера. Вычислить нападавшего удалось с помощью камер видеонаблюдения. По словам полицейских, ранее мужчина уже был судим за грабеж. При изъятии видеозаписи у нас получилась четкая картина преступления, момент совершения преступления, пути отхода преступника и его очень хорошее описание. Как правило, он действовал на улицах, подбегая с спины к потерпежим. Это женщины от 30 и более, не взирая на старшийся возраст. И бабушек грабил, срывая рывком цепочки ювелирные изделия и убегая, скрываясь. Задержанного подозревают в пяти грабежах. Всех, кто, возможно, пострадал от действий этого человека, полиция просит обращаться по телефонам, которые вы видите на экране. Два человека погибли, еще двое получили травмы. Около 11 часов вечера на Рождественской Волушке напротив базы отдыха ЦСКА ВВС столкнулись пластиковый катер и надувная моторная лодка. Погибли две женщины. По предварительной информации, пассажирки одной из лодок. На место ЧП тут же выехали спасатели. Пришлось привлекать и спасательный катер. Двух мужчин с травмами доставили в городскую больницу Самары. Свидетели, очевидцы, которые находились в это время на базе ЦСКА ВВС, по их словам, слышен был хлопок. Когда они вышли на берег Волги, обнаружили два судна поврежденные. Силами очевидцев плавсредства аварийные были отбуксированы к берегу для проведения расследования сотрудниками полиции. Трем самарским студентам фотосессии чуть было не стоило жизни. Два молодых человека и девушка тайком проникли на территорию еще строящейся станции метро Алабинская в Самаре. Затем по путям прошли более километра, дошли до станции Российская. Там их уже ждали сотрудники метрополитена. Хулиганам повезло, рельсы были обесточены. Расстояние между станциями Алабинская и Российская чуть больше километра. Как рассказывают представители метрополитена, троица к опасному походу готовилась заранее. Об этом говорила спецэкипировка и целый арсенал инструментов. Фотоаппарат, фонари, веревки, отвертки, разводной ключ и даже кусачки, с помощью которых диггеры вскрыли перегородку между двумя станциями и продвинулись еще на 150 метров вперед. Такие эксперименты очень опасны для жизни, даже если рельсы обесточены. У нас вдоль тоннеля расположены кабели высоковольтные, там и 10 кВт есть, и 0,4 кВт. И если человек, например, может нанести удар по нему или, не дай бог, полезет по этим кабельным стойкам, он может повредить внешнюю изоляцию этих кабелей и попасть под действие высокого напряжения. И смертельный случай гарантирован. Похожая ситуация с незаконным проникновением произошла в июне этого года. Двое молодых людей взломали кабину машиниста в хвосте электропоезда. О выходке машинисту сообщили пассажиры вагона. По диспетчерской связи о нарушителях порядка стало известно и полицейским. Тогда молодые люди попытались скрыться в тоннеле. Из-за происшествия услугами метро тогда не смогли воспользоваться порядка 500 пассажиров, плюс технические издержки. Многие к таким экспериментам относятся с опаской. Ночных хулиганов оштрафовали. По предварительным данным, каждому придется заплатить по 50 тысяч рублей. Дорогая получилась фотосессия. Полицейские тренировались пресекать массовые беспорядки. Более 350 сотрудников из четырех районов губернии приняли участие в учениях. В Сергиевском районе в тренировке были задействованы военнослужащие внутренних войск, спецподразделения областного главка и авиаотряд специального назначения. Полицейские отрабатывали действия при пресечении массовых беспорядков. Такие учения позволяют объединить усилия всех подразделений и закрепить полученные знания в обстановке, максимально приближенной к реальной. На сегодняшнем занятии были отработаны с личным составом в практические навыки по задержанию преступников, а также по пресечению массовых беспорядков. По итогам занятия была дана оценка действиям личного состава. Итоговая оценка удовлетворительна. На этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим.